Всем доброе утро! Мы сегодня уже с Ромкой с утра закупились. Я вам сейчас быстренько покажу. Потом мы едем в штат Февальк. Наконец-то будем прописываться. Мы до этого звонили по идее. Как переезжаешь, ты должен прописаться. Но из-за короны нас не приняли. Это не совсем важная ситуация сейчас. И придёте попозже. Где-то в конце, середине мая позвоните. Мы позвонили на той неделе и на сегодня нам сделали термин. Так что сейчас быстренько пробежимся по закупке. Я сегодня много фруктов закупила. И компотов, и свежих фруктов. Покажу вам быстренько и потом поедем прописываться. Что у нас в первой корзинке? У нас здесь пельмешки. Четыре упаковки. Потом вот такая вот колбаска. Три семьдесят восемь. Вот такие вот булочки. Здесь три штуки. По ойро двадцать пять. Вот такой вот салат. Это Ромка уезжает на работу. На два дня они уезжают. Это вот он себе купил салат. Вот такие вот кноперс. Кофе себе Ромка взял. Три упаковки. Марс. Вот такие вот буковки. Почему-то вот русишброд написано. Я не знаю почему. Не знаю. Может быть, такие в России раньше были. Не знаю. Брецели вот такие. Два брецеля стоят ойро восемьдесят. Вот такая вот колбаса. Это с мясного магазина. Ну, мясной отдел. Не, ну как Мицгерай сказать. Вот есть просто мясные отделы, а есть Мицгерай. Ну, в общем, есть булочное, а есть то же самое, только мясо. Ну, в общем, как-то так. Так, два тридцать восемь. Сегодня будем делать рыбку. Поэтому я купила вот такой вот порошок. Зана тоже взяла. И, в общем, картошку купили. И, в общем, у нас сегодня будет рыбка в соусе. Вот такой вот изюм в шоколаде. Так, что у нас в этой корзинке? Или в этом тазику? Это келок с марсельки. Это мясо. Мясо уже маринованное за 4,73. Колбаса вот такая вот с салями. Улюдак турецкий напиток. Картошка я взяла. Две упаковки. Два граната взяла. Вот такие вот абрикосы. Арбуз. И вот такие вот компоты взяла. Слива. Мирабелла. Ой, у меня уже слюни текут. И крыжовник. Так. Что у нас в третьем тазику? В третьем тазику маленькая упаковка кофе. Это мне. Потом вот такая вот еще ягода. Полкилограмма здесь. Это вот такая вот еще колбаса. Ромка тоже взял себе. Пять ойра стоит. Здесь сколько килограммов? Что-то не написано. Ну, много здесь. Не знаю. Не написано. В общем, пять ойра. Вот такой вот себе еще он салат взял. Вот она, эта рыба, которую я буду сегодня готовить. Вот такие вот еще колбаски. Четыре пятьдесят семь. Вот еще мясо. Это мы грилим его. Четыре тридцать три. Вот такие вот сосиски. Так. Это я взяла заурзана. Это сметана. Это тоже сметана. Это шлякзана. Вот такое вот еще мясо. Четыре сорок пять. Оно по весу. Сколько здесь граммов или килограммов? Столько и цена. Бананы. Вот столько. И вот еще взяла свиной фарш. Здесь семьсот пятьдесят один грамм. Три ойра шестьдесят восемь. А здесь у нас сколько грамм? Шестьсот шестнадцать. Три ойра ноль два. Вот такая вот была наша закупка. Ой, что там такое? Что-то Ромка там уже... Ромка там уже что-то делает. Ищу цветы. Хочу показать, насколько мы закупились. Не могу найти. Но версты мне на слово, что эта закупка нам обошлась в сто тридцать ойра. Блин, не могу найти. Уже все. Я знаю, что я брала с собой чек. И что-то не могу найти. Ну, где он может лежать. На столе нет. Ну, в общем, верьте мне на слово, что покупка нам обошлась в сто тридцать ойра. А Ромка там отпиливает ножки. Помните, я вам показывала от павильона? Ножки одни нормальные, ну, длинные, вот как по заводу были. А другие мы отрезали, потому что в старую квартиру нам не подходило, нам нужно было две ножки отрезать. А здесь, получается, нам намного больше еще две ножки отрезать. И вот Ромка теперь отрезает. И потом мне туда повесит цветочки. Ну, хорошо получилось. Здорово. Мне очень нравится. Только мне теперь, как, знаете, как бельмо на глазу, эти два цветка в желтых горшках. Если у меня время будет, и я выберусь... Так, секундочку. И я выберусь в магазин, то я возьму вот такие вот красные два горшка. Сюда один, сюда один. И, наверное... И, наверное, на вот это вот окошко, или подоконник. И тогда я, наверное, отсюда его вот это вот поставлю тоже сюда. Тогда у меня на каждом подоконнику будет по цветочку. И здесь вот висят. В общем, чудесно. Мне очень нравится. И еще, знаете, что хотела вам показать? Уже помидорки маленькие висят. Маленькие такие хорошенькие помидорки. Сейчас, девчонки. Вот, смотрите, какой красотулька висит. Вот он, смотрите, какая прелесть. Такой лопатулечка, маленький такой. Вот он. Один помидорка. И где-то вот я еще видела. Где же мне его найти? А, вот он маленький. Вот. Так что, девчонки, скоро будут у нас помидорчики. И это тоже, смотрите, вся усыпанная. Очень много будет ягод. Прямо полно. Вот куст один. Вон второй куст ежевики. И вот куст. Ну, мы вот один костик. Вот, видите? Одну большую веточку. Вот она прям усыпанная была. Когда Рома здесь косил, он нечаянно ее тоже. Скосил. Ну, в общем. Как-то так. Стою, жду на улице. Заходить нельзя. Вот звонок есть. Они тут вызывают. По номеру. У меня номер 141. Поэтому жду. Я уже последняя. Всех вызвали. Одна я осталась. Запускают иногда по одному человеку. Иногда по два человека. В общем. Жду. У меня сегодня сумочка, которую я в первый раз с собой взяла. Вот такая вот. Думаю, наконец-то. Погода вроде бы наладилась. Дождя нет. Можно с собой сумочку брать. Она как раз так подходит. Джинс. И вот этот вот горчичный цвет очень красивый. Все. Теперь у нас есть, слава богу, прописка. За паспорта, что мы поменяли там адрес, это ничего не стоит. А за документы на машину, потому что на машину тоже нужно адрес сделать новый. Я заплатила 11 с копейками. А я почему-то думала, чтобы паспорта, когда вот прописываешься, тоже это деньги стоят. А оказывается, нет. В общем, за все я заплатила. За три паспорта и за документы на машину 11 с копейками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА